Президент Республики Кореи Юн Цио Гюль призвал Национальное собрание сотрудничать с правительством в принятии дополнительного бюджета в размере 59 триллионов вон, подчеркнув, что стабилизация жизни людей крайне важна. Данный призыв прозвучал в ходе состоявшегося 16 мая первого выступления нового главы государства перед парламентариями. Президент заявил, что поддержка всех политических партий как никогда необходима для устранения серьезных угроз и вызовов, с которыми сталкивается нация. Юн Цио Гюль напомнил, что изменения на мировой арене стали серьезным вызовом для отечественной экономики, рост которой зависит от экспорта. Он особо подчеркнул, что владельцы малого бизнеса и социально незащищенные свои населения понесли колоссальные убытки в период пандемии COVID-19. Глава государства подчеркнул необходимость перестройки национальной пенсионной образовательной трудовой систем, отметив, что если такие усилия не будут предприняты сегодня, социальная устойчивость государства столкнется с угрозами. Он добавил, что правительство и национальное собрание должны работать вместе для скорейшей реализации реформ. Коснувшись предстоящего южнокорейско-американского саммита, Юн Цио Гюль сказал, что он обсудит с президентом США Джо Байденом вопросы укрепления сотрудничества в глобальных цепочках поставок с помощью концепции экономического взаимодействия в индо-тихоокеанском регионе.